Я не учу, что так все профессийно будет. Я с нетерпением ждал каждой лекции. Я был немного удивлен, и первые мысли были о том, что интересно, что же будет дальше. На этом курсе, на самом деле, пришли очень разноплановые люди с разной подготовкой. Про программу Wargaming Forge я узнал от своего друга, который довольно долго работает в TeamDev. Я слышал о том, что у Wargaming были подобные программы, но большинство не было в Минске, а именно этот курс был киевским, что меня довольно сильно заинтересовало. Я догадывался, что на этот курс будет довольно серьезный отбор. Я более всего опасался того, что мне не хватает опыта, мне не хватает знаний. А я таки думал, может, все-таки подам анкету, побачим, что из этого выйдет. Подбор студентов отбирался на основе наших, естественно, критериев, не только моих, но и рекрутеров. Была видна квалификация подбора именно студентов по их интересам. Я опасался нехватки опыта, знаний, но, как оказалось, я ошибался. Ты в деле, ты будешь на курсах Энри Лендзу. Я был безумно рад и счастлив, что я попал на такие курсы. Обрадовался, потому что все-таки это Wargaming. Знания все есть в интернете, в Ютубе или еще где-то. Это не проблема. Вот как раз курсы, они помогают человеку как-то структурировать вход в эти знания. То есть ты, когда изучаешь что-либо самостоятельно, ты по большей части просто топчешься на месте. В то же время, как на курсе, мы прошлись по верхам, но затронули почти все этапы разработки и игр. Курс же позволяет окунуться в этот мир Unreal Engine. И менторы помогут вам в этом. Ментор или преподаватель всего лишь задает какое-то направление, то есть вектор движения. Он не давал прямых ответов. Сделай вот это, нажми сюда. То есть он прекрасно понимал, на какой стадии мы находимся. Он знал, чего мы хотим от этих курсов. Ты в любой момент мог спросить его что-либо, и он тебе обязательно ответит и даст развернутый ответ. Были ситуации, когда я писал ему после 11, даже в такое время он отвечал, и не было никакого возмущения. Он относился к нам не как к студентам, а как к коллегам. Была возможность с таким крутым специалистом, как Саша, поспілкуваться, задать ему запитание, чтобы ему допомогти в чём-то разобраться. Это такой жирный-жирный плюс. По завершению курсов в Wargaming Forge Нас создал курсовый проект. Нам дали сделать свой прототип одной очень старой и, возможно, некоторыми забытой игры. Волки-яйца. В течение выполнения этой курсовой работы можно было применить абсолютно все знания, которые они получили в течение курса. Козун, в принципе, зробил курсовый проект, и Козун зробил его по-різному. Мне понравилось то, как ребята проявили креатив в выполнении этой работы. Те, которые ребята прямо воссоздали её в первозданном виде, то есть какая она была, ну вот сам этот джойстик, сам платформер. Ну, были студенты, которые захотели проявить какое-то творчество, отойти немножечко от технического задания. Малювали, добавляли музыку, там, какие-то эффекты суперкрутые с камерой. Механику игровую они оставляли такую же, но, например, графическое представление они делали по своему какому-то художественному стилю, видению. Например, один из проектов мне понравился, когда у тебя вместо бока и яиц у тебя есть такой самурай с мечом, который отбивает летящие в него звездочки. Сам процесс обучения превращается в творчество, то есть ты в течение самого курса занимаешься непосредственно искусством, да, и обучением. Сейчас курс Wargaming Forge окончен, и у меня только самые приятные, самые тёплые воспоминания. Курсы такие Wargaming Forge, ну, оно того варто. Самое приятное, что мне запомнилась эта вот такая дружественная атмосфера. Я всегда старался помочь ребятам, точно так же, как они помогали мне. Мы могли просто поспілкуваться с крутыми специалистами, а Wargaming в Украине, вот, одни из них, это точно. Я с огромным удовольствием посмотрю на другие курсы и прийму в них участие. Да, курсы они предоставляют, но не просто так. Приятно знать, что они, в принципе, нас оценивают как потенциальных коллег. Когда человеку интересно заниматься, когда он любит то делать, которым он занимается, то ему, в принципе, нет никаких преград или страхов, которые он не может преодолеть. Ребята, не бойтесь, подавайте заявки, проходите курс, заканчивайте обучение и становитесь потребованными специалистами.